В Щелкове прошла профилактическая акция госавтоинспекции «Пешеход и пешеходный переход». Водителям напомнили, как важно снижать скорость перед пешеходным переходом, а пешеходам о том, что нельзя перебегать улицы вне зоны действия перехода. Важно также быть максимально внимательным на проезжей части и вблизи нее. Остановили, проводим филактические беседы, вручаем вам такие вот памятники. Спасибо, чтобы вы соблюдали скоростной резьб. Спасибо. Ну как, остановиться как. Обязательно. Езжу по правилам. А если пешеход вступил уже на переход? Останавливаюсь. Все, как положено. Спокойно налево-направо посмотрели и пошли. Конечно, и детей этому учим. Школа рядом. Пешеходы также отмечали, что все участники дорожного движения должны уступать друг другу. Быть более внимательными и чуткими друг другу, скорее всего. Все-таки мы люди, человеческий фактор, ошибки имеют место быть. Значит, нужно на это тоже обращать внимание, что если я потороплюсь, возможно, водитель тоже торопится. Возможно, мне нужно остаться здесь и убедиться полностью в свободной дороге. Тогда уже переходить. Вам памятки? Спасибо. Вашим малышам световозвращающий элемент. На, мама тебе приклеит, на тебя на куртку, тебе будет видно в темноте. Автоинспектор напоминает пешеходам о том, что ни в коем случае не стоит перебегать проезжую часть, даже на переходе. Переходить стоит исключительно шагом. Видимые одежды и световозвращающие элементы являются одним из самых простых способов сделать так, чтобы водители вас заметили. Водителям напоминаем, правильно выбирайте и не превышайте скоростной режим, избегайте резкого торможения. Заранее снижайте скорость движения, приближаясь к остановке, общественного транспорта и пешеходным переходам. Госавтоинспекция желает всем счастливого пути и напоминает о правилах соблюдения ПДД. Анна Приенко, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.